Продолжение следует... Вот при помощи споттера, очень удобно это делать. Вот даже видно, как металл натягивается в такую сиську. А вот я сейчас покажу, при помощи чего я ее делаю. По мной была придумана или где-то подсмотрена, не знаю. Вот он у нас есть споттер, пулер, так скажем. Вот он у нас шевелится. Вот он шевелится. А вот этой штучкой, планочкой, мы можем упереться. То есть обычные кольцевые насадки на ребре здесь не работают. Они упираются и получается, что мы в одном месте вытягиваем, а в два места мы продавливаем. То есть давим и вытягиваем. Давим и вытягиваем. На этом месте громоздить скамеечку или еще что-то. Ну, как бы... Можно, конечно, и при помощи скамеечки это сделать, при помощи чего-то потянуть. Но... Вот, сделал вот такую вот штучку. Вот она. То есть мы что делаем? Ставим на плоскость. Вот она стоит у нас. Привариваемся и тянем. Привариваемся и тянем. То есть у нас есть упор на плоскость. Мы можем на эту сторону повернуть, на эту, не важно. Но все дело в том, что тут мы уже, допустим, в данном случае, вот эту плоскость сделали. А вот эту нам как раз надо туда и завалить, сделать более остренький угол. Тут был удар. Вот. Все это продавилось. И оно выровнялось. Вот нам ее надо нарисовать более четко. Вот такие веси. Можно делать при помощи вот такой насадки. То есть вот мы тянем ребро. Упираясь плоско, тягиваем ребро. Кстати, вот девятки, пятерки, еще где-то какие-то кантики для молдинга по дверям. Да? То есть удобно тоже. Становимся вовнутрь в канавке для молдинга. И потихонечку протягиваем все это ребро. Вот. Сейчас попробую показать, как это выглядит. Вот, мы стояли камеры. Ну-ка, вижу я это место. Да, вот оно ребро. Я его хорошо вижу. Вот сейчас попробуем. Значит, что мы тут делаем? Ставим. Ставим, привариваемся. И отрываем. Вот оно. Не боимся поставить точку пожирнее, чтобы металл даже как бы покраснел. Нам все равно надо в этом месте деформировать металл. То есть, что в этот случай прянется? Или уголок, или продавливается та плоскость. Там как бы сейчас не важно. Нам надо поставить ребро. А потом уже мы сможем обработать плоскость. То есть, вот он получается четкий, сгранички. Когда это все зачистится, заполируется. Ну, мы их покажем. Сейчас дойдем уже. Теперь это ребро у нас имеет четкую граничку. Вот оно. Четкую граничку. То, что нам и требовалось. То, что и просил клиент. Сейчас мы это зачищаем. Ну, вот. И пока сделали мы ребро на этом крылышке. Вот так оно стало красиво выглядеть после зачистки. Ребро есть, его видно. Четко. Ровненько. Клиент будет сейчас. Так. И вот сейчас покажу еще раз эти приспособления. Значит, при помощи вот этого мы его сделали. Это мой самодельный сетевой споттер. И его пулер для него такой, со сменными головками. А это для аккумуляторного спутера я делал. Вот всем известный пистолет на базе этого. И к нему я тоже сделал аналогичную приспособочку. Ну, тут даже еще проще. Здесь просто пруточек десяточку. Чтобы не царапать что-то краску. Или там на массу случайно. Это не контактировать. Обмотал бумажным скотчем. Вот. И еще вот можно показать приспособочку. Значит, вот это вот у нас просто кусок шпильки. Сделан, как вот эта шпилька, она приварена к гаечке. И в хозяйственных магазинах, видели иногда, продаются такие гаечки. Шестерочки. Шестерочки или восьмерочки, неважно. А это проволока вязальная. Просто-напросто. Мягкий металл, вязальная проволока. Вот. Он обгорает кончик. Но приваривается хорошо и эластичное место сварки получается. Ну и заодно покажу приспособление для приварки колечек. Вот. Значит, у меня была трубочка. Латунная. В нее было насильно забито гаечка. Ну, так вот случайно подошел диаметр. Тоже длинная гаечка. Вот такая вот, да, усиленная из этой же серии. Забил просто гаечку. Сплющил латунную трубочку. Распилил. И получилась вот такая вот насадочка у нас для... Соответственно, для пистолета. Вот. Вот таким образом. Все, работаем дальше. Всем успехов и творческих вдохновений. Спасибо.